Привет, я Дима и расскажу вам о самых последних и интересных новостях в виртуальной реальности. Оставайтесь со мной и вы узнаете, кто попадает на все спортивные матчи без билета, какой хоррор заставит вас молчать в тряпочку и как покататься на лошади, не выходя из дома. Если вы давно мечтали поскакать на лошадке, но боитесь этих животных до ужаса, то наша первая новость специально для вас. Оседлать коня поможет новая 5D-платформа виртуальной реальности. Смотрите, что это такое. Компания FutureTown создала специальную платформу TotalMotion, которая отличается от предшественниц расширенным функционалом. Платформа работает как трансформер. Захотел, сделал ее для гонок на мотоцикле, а захотел на лошадке. Также TotalMotion предназначена и для игр, в которых нужно двигаться стоя. Например, лыжи или серфинг. В общем, довольно полезный гаджет для любителей VR. К тому же безопасный. Платформа снижает риск развития укачивания и прочих неприятностей во время игры. Для тех, у кого слабый вестимулярный аппарат, платформа TotalMotion то, что доктор прописал. Пока чудо платформы еще не продается, зато компания Sony снова порадовала новинкой. Выпустив обновленную камеру для консоли Sony PlayStation 4, она уже доступна для предзаказа. Только брать или не брать, вот в чем вопрос. По сути, у камеры изменился лишь дизайн. А так, функции все те же. Лично меня особо вдохновляет возможность снимать игру на приставке и транслировать ее в сеть. Причем, есть даже опция смешанной реальности. Ну, это когда ты прям в игре. Мы как-то снимали такие ролики на канале. Это было довольно сложно, а с помощью PlayStation камеры такие видосы может делать любой дурак. Ой, извините, игрок. Кроме того, камера отслеживает движение в пространстве и необходимо для PlayStation VR. Стоит штуковина почти 60 долларов и будет доступна уже 19 сентября. Если уж выкладывать геймплей в сеть, то определенно что-то стоящее. К примеру, новый Horror Stiflet. Это первый VR-ужастик, который заставит вас молчать в тряпочку от страха. Дело в том, что монстры в этой игре реагируют на шум, который вы издаете. Казалось бы, чтобы выжить, вам надо просто молчать. Но вот незадача. Как только вы, простите, затыкаетесь, то оказываетесь в полной темноте. Поэтому звуки все-таки издавать стоит, но с умом. Stiflet чем-то напоминает страшную версию пряток и понравится тем, кто, например, играл в Monstrum. Там тоже страхолюдины реагируют на шум. Этому чуваку вообще не судьба пройти такие игры. Кстати, Monstrum уже доступен, а Stiflet готовится к выходу через месяц. Ну и поскольку у нас сегодня получается мужской выпуск, куда же без спорта. Тем более впервые в России состоится теннисный турнир в формате виртуальной реальности. Матч пройдет в северной столице, но побывать на нем можно, не выходя из дома. Это мужской профессиональный турнир, который проводится каждую осень в Санкт-Петербурге на кортах комплекса Сибур-Арена. Теперь покупать билет в Питер на матч не нужно. Достаточно просто посмотреть трансляцию при помощи браузера и виртуальных очков. Жаль только, что матч мужской. Женский как-то поинтересней. Ну вы понимаете, о чем я. Помимо тенниса, есть еще на что посмотреть в режиме 360. Телеканал Fox Sport начал вещание в режиме VR. Теперь любители спорта с ушами и очками не оторвут от трансляций. Fox Sport и LiveLike объединились и создали приложения для iOS, Android и Gear VR. В итоге получился целый канал виртуальной реальности, посвященный матчам, турнирам и другим событиям. Некоторые трансляции даже позволяют зрителю спуститься в раздевалки или прямо на стадион. Первый крупный матч, который покажут таким образом, состоится уже в эту субботу, 17 сентября. Это будет матч НФЛ между командами штатов Огайо и Оклахома. Так что запасайтесь виртуальными очками и чипсами. Зрелище обещает быть грандиозным. Ну и последняя хорошая новость на сегодня. Google выпустила приложение для создания панорамного фото. Оно бесплатное и доступно уже для всех смартфонов. Даже если вы яблочник, то приложение Cardboard Camera уже можно давно скачать и установить. Cardboard Camera позволяет пользователю делать панорамные фото, а потом делиться ими и просматривать в режиме виртуальной реальности. Чтобы использовать приложение, нужно просто нажать кнопку «Снять», а затем медленно повернуть телефон до полного круга по линии, которая появится на экране. Также можно записать звуковое сопровождение. Ну и, конечно же, снимать панорамные фото можно также с помощью селфи-палки. Куда без нее. Это были все новости на сегодня. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всегда будете знать, на что потратить заначку. Всем хорошего настроения. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok